В сентябре Новый Рюнгой посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К его приезду планируется завершить основные работы по строительству храмового комплекса в Южном районе. Сегодня глава администрации города оценил готовность объекта к этому знаменательному для газовой столицы событию. Также Иван Костогрис побывал в здании бывшей 14-й школы. Напомню, после реконструкции там разместится детский сад. Слово Андрею Бебелесу. Объезд градоначальник начал с Богоявленского собора. Подрядчики уверяют Ивана Костогриза, сейчас все работы идут по графику. Храмы православной гимназии откроют свои двери в конце августа. Напомню, строительство собора идет уже 6 лет и есть повод поторопиться. Сегодня мы собирались с расширенным составом в связи с приездом в сентябре Святейшего Патриарха в наш город и в Ямал в целом. Конечно, мы к этим срокам сегодня обговаривали. Это планируем завершить строительство, основные работы для того, чтобы совершилось великое освящение храма и состоялось открытие православной гимназии. Небольшие трудности все же есть и связаны они не с недостатком материалов или нехваткой рабочих рук. На сегодняшний день погода – это первый наш враг, потому что все такие работы ручные, с асфальтом, это постоянно, погода мешает, конечно, нам. От нее мы очень сильно зависим, но в любом случае мы всегда в своих графиках закладываем эти погодные условия, мы уже не первый год здесь работаем, поэтому к ним привыкли. Плохая погода создает трудности и при строительстве другого объекта, однако пока подрядчик справляется. Рабочие фирмы из Оренбурга перестраивают бывшую начальную школу номер 14 в детский сад. На это из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Подрядчики уже зарекомендовали себя хорошо. В городе они принимали участие в строительстве Дворца культуры «Октябрь» и выполняли небольшой ремонт в администрации. Сдача детского сада была запланирована на первый квартал следующего года, однако рабочие обещают закончить раньше срока, в декабре 2014-го. Но у Ивана Костогриза серьезные сомнения на этот счет. Подрядчики уже положили новую кровлю, сделали много усилений и перепланировок, но впереди их ожидает еще больше работы. У нас остается благоустройство, фасад и чистовые отделочные работы. Темпами строительства Иван Костогрис остался доволен. Несмотря на трудности в возведении объектов, глава города надеется, что подрядчики не обманут ожиданий и смогут порадовать открытием новых зданий уже в этом году. Андрей Бебелес, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс».